всем привет добро пожаловать на мой канал хочу с вами поделиться пустышками парфюмерии и декоративной косметики хочу начать с базы под макияж это база джон там это китайская база она недорогая я покупала ее на вал перес мне эта база очень понравилась у нее еще были такие как такие шарики цветные розовые зеленые и фиолетовые сейчас я вам покажу кстати уже ничего не осталось я думала что то еще можно выжить оказывается нет вот такие цвета здесь были она выбеливающая и разглаживающая кожу и мне она очень хорошо сглаживала поры отличная база я конечно знаю о том что там есть в составе что-то то что нельзя мазать на кожу но я как бы спокойно отношусь к этому вот база мне очень понравился у меня кстати в запасе есть еще одна такая так что я думаю что в дальнейшем буду повторять еще эту покупочку и кстати я думаю что мне удастся таким образом мне показать на них правда очень мало но тем не менее ведь она такая вот немного сглаживает и в то же время увлажняет я ее покупала чуть больше чем за 100 рублей сейчас по моему она еще дешевле стоит там чуть ли не за 70 рублей даже можно или найти еще у меня закончился тональный крем от моряки и он в очень светлом оттенке я использовала как аджастер покажу какой он ведь какой он прям белый прям слишком светлый вот когда тональные кремы слишком были темными не подходили мне по оттенку я вот немного добавляла этого крема он такой очень пигментированный такой плотный тональный крем и я думаю если бы он не подходил по оттенку то он был бы такой знаете сильно подчеркивался улучшение я думаю что он больше для такой прям жирной кожи хотя у меня кожа смешанная вот но вот этот мне бы не подошел как вот просто если бы он был таким каким мне нужен оттенок этот оттенок называется айвори один вот мэри кей тайм вайс я думаю что он подойдет для тех кому нужно сильно плотное покрытие потому что он очень плотно покрывает и для жирной кожи а так в целом я думаю в принципе неплохой тональный крем просто вот именно моей коже он не подошел но кстати я еще смешивала его с очень-очень такими жирными увлажняющими тональными кремами от которых блестело лицо и он за счет своей текстуры разбавлял мне вот именно это такой сильно увлажняющий тональный крем и текстура получалась именно та которая мне нужна еще закончился вот такой тональный крем от эвелинт по оттенке 06 айвори осветляющие увлажняющие тональная основа в принципе вот неплохой тональный крем он не очень долго держался на моей коже я вот опять таки его разбавляла тоже вот этим немного вообще в принципе люблю разбавлять тональные кремы и подбирать себе именно делать ту текстуру которая мне подойдет моей коже люблю смешивать разные разные текстуры химичить что-то мне очень нравится вот он единственное кстати очень сильно блестит прям очень быстро так скажем исчезает с кожи и получается то что при помощи разбавления разных текстур можно его использовать вот если вот сильно-сильно такой вот плотный тональный крем можно разбавлять вот таким вот так в принципе от эвелинт неплохие кремы тональные но они мне сказать что подходят но можно сказать что вообще не подходят вот я думаю что я от эвелинт постепенно избавлюсь от всех тональных кремов и скорее всего больше покупать не буду буду искать дальше продолжать свой идеальный тональный крем вот но пока что мне более-менее подходит люменем который сиси крем и если его смешать с тональным кремом от нас тогда еще получается что-то более-менее это не идеально не то чтобы я хотела закончились еще вот такие матирующие салфетки абсорбирующие от моде я еще их показывала в косметички которые я ношу на работу очень красные салфетки здесь уже осталась такая так скажем уплотнитель наверное вот просто бумажечка замечательные салфеточки они такие были еще зелененькие в крапинку немножко в коричневый у них был очень-очень приятный аромат с удовольствием я их использовала правда в магазине моде сколько я ходила в последнее время мне показалось что косметику они вообще убрали так принципиально такая была относительно недорогая и можно было там что-то найти для себя для разнообразия закончилась это долгоиграющий бальзам такой китайский я еще его в свое время заказывала на пандау алоэ ведь у меня уже треснула крышечка он такой меняющий цвет в таком состоянии видно что я прям им пользовалась что-то пытался ковырять по-моему посмотрим на что так меняет он становится таким ярко ярко-розовым на губах возможно на руке он не станет таким прям ядерно-розовым он кстати хорошо увлажнял но вот цвет конечно у него был такой прям на любителя поэтому я с ним так боролась мне просто было интересно его закончить я кстати для себя снимала такой снимала вела такой проект 100 использования и вот эта вот штучка у меня было 100 использованиях я использовала буквально наверное за 50 с чем-то раз этот бальзамчик я его выбрасывать не буду затем я тоже хочу снять видео о том как я варю помады и варю бальзамы я вот из project pen планируем все мальзамы смешать и сварить посмотрите что получится и даже вот этот добавить который меняет цвет будет очень интересно смотрите какой он ярко-розовый даже на руке но губах он прям еще ярче гораздо особенно очень смешно смотрелось когда ну когда ты наносишь бальзам он бесцветный и ты особо не видишь по каким границам ты наносишь и как правило ты выходишь за границы губ и получается когда он проявляет цвет такой смешной вид будто бы ты помаду в общем прям мимо везде размазал ну в общем такое себе мне именно понравилось как этот бальзам увлажняет но вот конечно то что он прям сильно проявляет цвет вот это мне не очень понравилось еще что закончилась это вот такой бальзамчик от мэйбелин хороший увлажняющий бальзам я начинала пользоваться этим бальзамом затем продолжила пользоваться моя мама здесь конечно чуть-чуть прям осталось но я думаю что здесь на буквально два раза поэтому я решила вам его показать такой цвет здесь розовый он кстати этот бальзам немножечко совсем чуть-чуть холодит мне так показалось какой неплохой бальзамчик но вот по поводу цвета мне не очень нравился маме наоборот такие нравятся так как она у нас светленькая ей что-то такое розовое очень даже подходит я тоже кстати вот а вот это вот все мешать и варить потом все бальзамы и еще у меня плюс три есть проекта project pen он такой один немножко коралловый другой прям ягодный а третий такой бежевый свое время тоже покупала их в ритуале по 99 рублей в какой-то скидке еще закончилось вот такое масло от ламель это масло для губ с витамином е очень хорошее масло его использовала моя мама я тоже кстати им пробовала пользоваться вот когда только купила а так как у меня очень много продуктов для губ масел я поэтому решила маме отдать потому что она очень любит именно масла для губ они бальзамы единственное у него у этого масла такой недостаток он вытекает из прямо самой бутылочки особенно если упадет будет лежа так лежать все считаю что вокруг такая лужица будет жирненькая и еще плюс крышка она очень быстро сломалась я ее кстати клеил это клеем для ногтей чтобы можно было открыть потому что ее было прям неудобно открывать вот наша кошечка она везде такое масло очень хорошая увлажняющая вот только если надо поработать над упаковкой такая ненадежная я покупала это масло в улыбке радуги по моему за 200 с чем-то рублей замечательное масло с удовольствием повторила эту покупку но вот если будет другая упаковочка и кстати по цвету это масло было таким нежно нежно розовым я знаю что там она по моему в трех оттенках было и темно розовое светло и если я не ошибаюсь какое-то оранжевое вот либо красненькое еще что у меня закончилось это буду считать что это тоже декоративка это пучки реснички здесь клей прозрачный черный пыталась клеить вот я себе клеила реснички пыталась эти ресницы я заказывала в свое время на пандау 10 миллиметров кстати очень хорошие пучки такие аккуратненькие вот возьмите на заметку но их конечно выгоднее всего заказывать на алиэкспресс потому что на валбрис они стоят раза в три наверно дороже такая фирма очень хорошие реснички у меня еще есть разные в разной длине и еще корейские в общем такая тоже пустышечка у меня дна и как раз таки то что связано еще с ресничками я считаю что тоже это пустышка уже вот такой клей для ресниц для наращивания он просто у меня уже застыл это прям такой черный клей смола я в свое время его покупала на каком-то сайте сейчас даже уже не вспомню ледан называется этот клей для ресниц я его уже потом когда стал чуть-чуть засыхать я его использовала для того чтобы склеить кисти когда они отклеиваются от ручки я в общем клеила этим клеем прям замечательно до сих пор кстати держится в качестве вот этого именно склеивание кистей с ручкой этот клей очень хорошо работает мне на самом деле такая не очень хорошая история с этим никогда не повторяйте такое я решила однажды нарастить себе ресницы на прям чуть ли не на открытый глаз получается в итоге я сожгла себе роговицу в общем кошмар не знаю где тогда были мои так скажем мозги что зачем я это все вообще сделала и у меня такой стресс был кошмар просто у меня глаза были краснючие ужас я думала хоть бы у меня зрение от этого не испортилось но мне в принципе так к само по себе зрение не очень минус 4 уже но я думаю что конечно это не повлияло но тем не менее это очень-очень опасно в общем не знаю почему я хотя ходила сама наращивала но в плане к мастерам мне не нравилось как они наращивали у меня тоже также глаза очень ужасно реагировали я думала может быть у меня у самой получится лучше мало ли решила поэкспериментировать ну в общем это это был ужас на самом деле я ресницы с тех пор боялась наращивать хотя мне очень нравится эффект вот в общем тоже буду считать что это пустышка хотя я пробовала кстати наращивать очень даже хороших топовых мастеров в хороших студиях красоты но вот видимо у меня глаза такие чувствительные очень что мне наверное эта процедура эти клей может быть не подходит не знаю я у кого только не наращивал но что-то все истории в основном заканчивались не очень закончился у меня в такой гель-жилет для наращивания ногтей от tnl я его в свое время заказывала на сайте ногтешоп я у них там одно время прям была вообще постоянным покупателем кстати очень красивый гель в оттенке 920 или 020 нежно-розовый очень-очень красивый гель вот если кто наращивает себе ногтем возьмите на заметочку возможно вам тоже понравится этот гель желе у меня было очень наверное где-то оттенков 5 либо 6 я вот уже почти все из них закончил у меня остался такой темный вот этот вот кстати тоже камуфлирующий гель который я сама себе сделала и еще чисто белый у меня были еще разные там розовых оттенках был почти такой белый тоже очень красивый белого розовенький в общем замечательный гель с удовольствием его использовала классный и я думаю что буду еще повторять этим гелем тенн недорогой кстати в районе 350 рублей где-то так примерно мало вот в общем еще еще чуть не забыла смотрю как раз на парфюм закончился еще один парфюм от jasmine вернее не от jasmine а от cotton это магазин турецкой одежды я уже отговорила такой здесь у них симпатичный бантик очень-очень классный парфюм стоил он 400 рублей пахнет прям жасмином цветком приятный аромат в объеме он был 100 миллилитров бюджетный хороший и кстати по аромату совсем даже не дешевый прям такой хороший туалетная водичка такая приятная и упаковочка крышечка может такая она не прям конечно дорого выглядит но все равно в целом хороший аромат рекомендую я вот не знаю сейчас они подают парфюмы или нет я уже говорила тоже в одни в одном видео о пустых баночках то что я в свое время их штук пять наверное купила потому что мне показалось что за такую сумму прям очень-очень крутой аромат у меня даже многие спрашивали что за парфюм у тебя я им рассказывала они не верили что такой аромат может стоить всего 400 рублей мне еще есть dark такой в черной упаковочке черно-красный и ты с таким черным бантиком общем у меня вот такие пустышечки куда мы положить получается это за август и за сентябрь еще плюс у меня то что закончилось в отпуске там были миниатюрки парфюма но декоративка не заканчивалась и у меня есть еще одна декоративка из project pen но я не буду ее показывать сохраним интригу до отчета о project pen кстати уже пора снимать мне все никак у меня все никак времени не было и и еще я решила оставить ссылочки в описании пустышечках декоративки и парфюмерии и на всякий случай еще оставлю то что закончилось у меня в отпуске ссылочку тоже так что переходите смотрите кому интересно и я благодарю всех за просмотр спасибо за ваши добрые комментарии за ваши лайки вы меня очень очень сильно поддерживаете подписывайтесь на мой канал те кто еще не подписались я планирую дальше еще снимать очень очень много интересных видео и всем пока пока до новых встреч на моем канале